Вы отразите историю в целиком, в целиком, а не выжимая что-то из снятого материала. Спасибо большое. Я лично попрошу всех тех, кто присутствовал в этом зале и обеспечивал видеозапись, чтобы всё до единого, без секунды изъятия, было доступно. Это я вам просто обещаю перед всем областным собранием депутатов от первой до последней секунды. Спасибо. 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 Я сообщаю о том, что комитет все три проекта постановления рассмотрел и принял ответственность. Орицательное решение отклонить по всем трем проектам. Пожалуйста, вопросы к Владимиру Николаевичу. Нет вопросов, коллеги, кто желает выступить? Пожалуйста, Антон Александрович Минаков. Спасибо большое. Спасибо. Лев Маркович. Лев Маркович. Неприятно удивили. Ну, не ваш это стиль. Вот и вам он крайне не идет. Вот ей-богу. И вы пока выступали, я вам положу руку на сердце и скажу, что у нас вот группа фракций, да, у нас было одно решение, а после этого выступления, ну, просто, ну, передумали. Причем надо было разделить. Законопроект, там, на ментальном уровне, да, то есть поддержали бы, нужно было, но зачем в такой форме? Ну, это же не ваша. И вы своим выступлением вы довели до того, что мы сидим и мы уже не знаем, поддерживать его или нет. Это я серьезно говорю. Я вас прошу, а то перестаньте так делать. Спасибо. И все это пойдет теперь. Пожалуйста, Петр Васильевич Алексеенко. В стране. В фракции КПРФ, в Государственной Думы в этом весной уже вносился, вернее, был разработан законопроект ответственности власти за необоснованные обещания. У нас власть очень любит обещать много, но потом не выполняет. Сегодня об этом даже вот Минаков отмечал в своем выступлении. Но этот законопроект не прошел согласование в правительстве, но это надо было думать, что у нас правительство больше всего обещает, потом не выполняет. Считаю, что действительно закон такой должен быть о неуважении власти к избирателям, нашему населению. И должна быть ответственность по голосованию персонально, чтобы не скрываться там за общим представительным органом, законодательным органом. А действительно отнесли на каждую несоответственность за то, что принимают решение. И еще раз считаю, что должно быть обязательное голосование. Нельзя так делать, как у нас сейчас принимается, просто не участвовать в голосовании. Как это? Пришел на сессию, обязан или за, или против, или воздержался. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, кто еще желает выступить? Пожалуйста, Алексей Анатольевич Севастьянов. Вы знаете, я с трудом выдержал все это, а сейчас я понял, вот как человек киношный, я понимаю, что в принципе у вас хороший материал снят, будет за что отчитаться, показать. Но, коль, вот молодой человек вы себя журналистом назвали, пусть будет это на вашей журналистской совести, и вы не делаете выборку из, вы покажите всем. Все. Вы покажите, как спокойно партия власти выслушала, что никого не задушили с такими выступлениями, о чем говорит Лев Маркович. Свобода слова существует. И что все здесь оскорбило, самоотношение. Вот будучи журналистом, и вот вы девушка, и вы операторы рядом пишущие, вот и там у нас знаменитый блогер сидит. Вы отразите историю в целиком. В целиком. А не выжимая что-то из снятого материала. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, кто еще желает? Это я вам просто обещаю перед всем областным собранием депутатов от первой до последней секунды. Я не вмешиваюсь в текущие вопросы деятельности видеооператоров, но ваша просьба будет выполнена мною самым тщательным образом. Вот просто самым тщательным образом. Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Достаточно все, да? Предложение комитета проект постановления отклонить. Ставлю на голосование проект постановления. Не-не-не, коллеги, голосовать нам надо отдельно по каждому. Мы не будем больше выслушивать доклады, обсуждать, но проголосуем по каждому из проектов отдельно. Поэтому голосуем сейчас за проект, который мной был озвучен. На голосование поставил проект постановления, который вносит Лев Маркович Шлотберг. Кто у нас с голосованием-то? Система не выключилась проголосовать. Пока вы не знали депутаты, как голосовать за предложение автора или за решение, нету, я ж не вижу. Коллеги, все проголосовали? Что у нас с системой-то? А, нет? Включите по новой голосованию. Коллеги, я ставлю на голосование проект постановления, который внес депутат Шлотберг. Четыре. Четыре за, против двадцать семь, воздержалось пять. Постановление отклоняется. Уважаемые депутаты, рассматривается вопрос о внесении и рассмотрении Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, проекта федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием государственной защиты установленных, гарантированных Конституцией Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Доклад прозвучал. Пожалуйста, решение комитета. Владимир Николаевич Янников. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует отклонить данный проект. Значит, девушка, вы идите, пожалуйста, в Зваву, где журналисты вообще располагаются, да? Вон туда. Володь, вытащи её туда, пусть там стоит, где все остальные. Не надо здесь за спинами депутатов ходить. Вы здесь, девушка, свои правила не устанавливаете, вы как бы работаете в соответствии с теми правилами, которые установлены нами. Скажите, чтобы её не пускали вообще в том совете. Володь Маркович, вам не стыдно за таких коллег, которые вами же сюда протащены? Что у нас произошло, Александр Алексеевич? Коллеги, пожалуйста, клоняю Николаевичу вопросы. Нет. Нету. Мы проголосовали, извините, я... Нет. Ставлю на голосование проект постановления по данному вопросу, который внёс Лев Маркович Шлозберг. 28 за, 4 против. Проект постановления отклоняется. Уважаемые депутаты, рассматривается вопрос о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального конституционного закона о внесении дополнения в статью 23 Федерального конституционного закона о правительстве Российской Федерации. Доклад прозвучал. Пожалуйста, решение комитета. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует отклонить проект постановления. Пожалуйста, к Владимиру Николаевичу вопросы есть? Нет. Ставлю на голосование проект постановления, внесённые депутатом Шлозбергом. Псковское яблоко. Партия граждан за власть народа. Продолжение следует...